Компания 1S Bittrex уделяет много внимания вопросам безопасности в своих продуктах. Со всем комплексом мер вы можете ознакомиться на официальном сайте. Рассмотрим несколько инструментов. Проактивный фильтр — это защита от возможных ошибок безопасности при реализации проектов XSS, SQL Injection и других. Действие фильтра основано на анализе и фильтрации всех данных, поступающих от пользователей через переменные и куки. Web-антивирус. Он анализирует итоговый HTML и перед выдачей браузера вырезает подозрительный объект. Давайте рассмотрим следующий пример. Перейдем в раздел «Поиска» и вставим следующую строку в «Поиск». В данном случае это иллюстрирует попытку использования стороннего JavaScript на сайте. Срабатывает защита. Если мы находимся под администратором, то система спрашивает, что делать дальше. Давайте попробуем выйти из системы. И проделаем все то же самое. В данном случае система автоматически обезопасила поисковую строку, добавив пробелы. Давайте перейдем в административный раздел и рассмотрим следующий инструмент анализа. Это журнал вторжений. Здесь регистрируются все события, связанные с вторжением на сайт. Разработчик может анализировать, каким способом и когда кто пытался взломать систему. Мы видим, что здесь есть попытка атаки через XSS. Это наша строка со скриптом. Давайте рассмотрим авторизацию с помощью Firebug. Выйдем из режима администратора. Включим Firebug, раздел «Сеть» и попробуем авторизоваться. Здесь мы видим, что пароль не защищен. Это не очень хорошо, причем мы использовали здесь не сильно стойкий пароль к взламыванию. И так как многие сайты не используют протокол HTTPS, и сейчас много точек доступа в Wi-Fi, например, в кафе, и эти данные передаются в открытом виде, то существует вероятность получения доступа к системе злоумышленников. Чтобы этого избежать, в Bitrix есть специальная опция. Давайте ее рассмотрим. Перейдем в административный раздел. В настройки модуля, главного модуля. Раздел «Авторизация». Это шифрование пароля. Передавать пароль в зашифрованном виде. Нажмем кнопку «Загенерировать ключ». Сохраним еще раз с галочкой «Передавать пароль в зашифрованном виде». И попробуем проделать все те же действия. В данном случае мы видим, что вместо пароля передается параметр RSA Data. Это пароль в зашифрованном виде. Тем самым пароль защищен в случае открытых каналов. Данный функционал позволяет значительно повысить безопасность сайта в случае использования не HTTPS протокола. Продолжение следует... Продолжение следует...